Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы в Швейцарии, в закромах фирмы Гильвеция Диффенс, которая выступает нашим информационным спонсором. И поговорим мы сегодня о рычажных винтовках фирмы Winchester, в частности о том винчестере, который сделал Джон Мозес Браунинг. Мы уже давно хотели как-нибудь рассказать о винчестерах, информации набралось довольно много, но все как-то так получалось, что либо винчестеров под рукой не оказывалось, либо оказывалось что-то интересное. И вот мы решили с этим что-то сделать, и хотя тут, как вы видите, на стенах очень много более интересных и редких вещей, но раз уж все-таки добрались, решили начать разговор именно с винчестерами. Итак, для большинства из вас, да и не только наших зрителей, а вообще, винчестер это вот такая штука, которая умеет щелкать и стрелять. Спасибо Голливуду, который экранизировал этот процесс. На самом деле, все началось не с винчестера, точнее, не с человека по фамилии винчестера, а совсем других людей. А начнем мы с каменщика по фамилии Хант, который, кроме того, что он занимался всяким известняком, камнями и так далее, был изобретателем. Это уже тогда было модно в Америке, жил с продажи своих идей, и среди прочих идей у него была идея так называемых ракетных пуль. По тем временам очень передовая штука. Именно эту его идею попытались воплотить в металл очень интересным образом сразу несколько человек, фамилии которых вполне себе достойно остались в истории оружия. Смит, Вессон, ну и, как это иногда говорят, примазавшийся сбоку Бенджамин Генри. Кто такие Смит и Вессон, я думаю, публике объяснять не надо, хотя мы про них расскажем еще отдельно, когда доберемся до револьверов Смита и Вессона. Пока же ограничимся тем, что Смит и Вессон занимались производством так называемых репитеров под названием Вулканик, Вулкан. Дело шло у них не очень хорошо. В итоге они решили махнуть на это предприятие рукой и заняться тем, что, как потом выяснилось, у них получалось лучше, то есть производством револьверов. А выпавшую пальму первенца перехватил Бенджамин Генри, решивший довести идею рычажной винтовки до ума, в частности, создав не только саму конструкцию, но и отдельный боеприпас. Дело, напоминаю, было в первой половине 19 века, когда еще толком никто не знал, как должен выглядеть правильно унитарный патрон. Он, собственно, унитарный патрон, то есть патрон, в котором заключена пуля, пороховой заряд и воспламенитель только зарождались. И Генри здесь у нас создал один из первых удачных унитарных патронов, названный его именем 44 Генри, кольцевого воспламенения. По нынешним меркам довольно маломощный, но тем не менее этот боеприпас позволил ему создать первую удачную винтовку, первую из леверов, так называемая система Генри. Собственно, самый первый карабин Генри, надеюсь, мы как-нибудь вам продемонстрируем, когда приедем в очередной раз в Америку. А пока же из того, что тут нашлось, ближе всему к нему, это вот это по деле, нежели не сказать, итальянца от Uber, типа 22 калибр, 22 ЛР. Оно интересно тем, что как легко увидеть, мы вам покажем специально крупным планом, на ствольной коробке нету дверцы подавателя, как на более поздних моделях. Зато, если мы посмотрим на конец подствольного магазина, подаватель есть здесь. Соответственно, вам нужно все патрончики запихать в подствольный магазин, потом закрыть подавателем. Как не сложно догадаться, перезаряжать эту систему, точнее, дозаряжать эту систему во время стрельбы было нельзя. То есть, зарядили магазин и стреляете, пока патроны не кончатся. Не очень удобно, не очень практично. Но на дворе, например, середина 19 века, куча народа вообще стреляет из дульнозарядного оружия. Те немногие счастливцы, которые уже сделали что-то под унитарный патрон, многие из них однозарядные, многие мучаются примерно так же только с прикладным магазином, как, например, вы могли видеть в ролике про Спенсер. Поэтому система Генри на тот момент была более чем конкурентоспособна, если бы не одно но, цена. Винтовки получались очень дорогие, по тем временам 40 долларов, это очень большие деньги. Для сравнения, револьверы Кольта или Ремингтона очень популярны в тот момент. Армия США закупала в начале войны, когда была готова платить очень много, лишь бы побыстрее сейчас, начиная от 12 до 17 долларов, это считалось очень дорого. Да, револьверов, кстати, у нас тут тоже много, ждите роликов и про них. Но вернемся к системе Генри. С началом гражданской войны в США, военные, естественно, обратили внимание на такую интересную игрушку, причем заинтересовалась тема Генри не только армия, но и флот. Были проведены испытания, на которых Генри проявил себя очень хорошо. В частности, во время одного из тестов из карабина было сделано больше тысячи выстрелов, при этом карабин не смазывался, даже не чистился, но работал, стрелял. Как отметили испытатели, единственное, что произошло к концу этой тысячи выстрелов, из-за освинцования, то есть загрязнения ствола свинцом, нарезы просто скрылись под слоем свинца от пули, но сам карабин продолжал стрелять. С какой точностью, это вопрос отдельный. По поводу точности тоже отзывы были очень хорошие, в частности, во время одного испытания, отмечавшим на дистанции больше 300 ярдов, из 14 выстрелов в мишень попало 13, то есть очень неплохо. Неудивительно, что флот, который деньги считал меньше, чем армия, у них и так были очень дорогие игрушки, там пушки, паровые корабли, первый броненосец, монитор они строили примерно в это время. Они решили, что могут себе позволить и такое, и начали закупать Генри. В частности, мы были вооружены командой речных канонерок, которые воевали на Миссисипи, воевали очень активно и в стрелковый бой вступали чаще, чем их собратья на море. Встреча с армией Можем дать шанс вам, зрителям, скажите, какие штаты Союза, то есть Сибиря, отказывались принимать печатный доллар как средство. Можно также добавить в этот список, что некоторые федеральные учреждения тоже как-то с сомнением относились к бумажному доллару. В общем, первый запуск этой штуки серии, можно сказать, не очень задался. Но вернемся к системе Генри. Хотя армия США все-таки решила, что эта игрушка для нее слишком дорогая, ее закупали как отдельные солдаты, так и губернаторы штатов, которые формировали фактически собственные полки. И некоторые действительно могли не жалеть на это денег. Один из самых известных случаев, когда карабин Генри действительно спас жизнь человеку, это с офицера одного из полков Кентукки, который явился на побывку к себе домой. Кентукки, надо отметить, был таким пограничным штатом, там вполне себе действовали южные партизаны. Вот когда этот офицер сидел дома в кругу семьи на побывке, 7 таких южных героев явились к нему, начали палить. Одно поле как раз разбили стакан, из которого собрался выпить воду его жена. Наш северянин возмутился, сказал, что же вообще люди такие делают, ну хотите пристрелить, ну давайте выйдем во двор, разберемся, как приличные люди. Южные джентльмены тоже смутились, сказали, да хорошо, мы выйдем, ты главное за нами выйти. И он действительно вышел следом за ними, только прихватил свой карабин Генри. В результате первые пять человек пали от первых пяти пуль. На шестого он потратил два выстрела, потому что тот как раз собрался вскочить на лошадь, и первым выстрелом его только ранили, а вторым добили. И наконец-то седьмому южанину тоже ускакать не удалось. Все мы знаем поговорку, что Бог создал людей, а полковник Коль сделал их равными, но Бенджамин Генри, можно сказать, тоже поучаствовал в процессе. Еще одним знаменитым уже массовым сражением с участием карабина в Генри была битва за Алатаунский перевал. В этом районе северяне собирали снабжение для будущего рейда Шермана к морю, который, как известно, очень сильно навредил делу конфедерации. И когда уже малость оголодавшихся к 64 году южане узнали, что там скопилось примерно миллион пайков, не считая прочего добра, они, естественно, решили, что все это имущество будет гораздо лучше смотреться в руках южан, чем у северян. Одной из частей переброшенных для защиты перевала Алатаун был Иллинойский полк, как раз недавно получивший для своего вооружения карабины Генри. Полк это довольно громкое на самом деле название, там было примерно 300 человек, и 190 из них были с карабинами Генри. Хотя патрончик Генри, как уже было сказано, был кольцевого спламенения, довольно слабый, тем не менее, свою роль эти прото-штурмовые винтовки сыграли. Перевал северянам удалось отстоять, но при этом Иллинойский полк, выпустив примерно по 200 патронов с каждого карабина Генри, понес из значительной потери от первоначального состава, осталось примерно половина. Тем не менее, перевал и все имущество, которое было собрано за ним, они отстояли, битву выиграли, и генерал Шерман получил возможность пройти к морю по тылам конфедерации. Пик приобретения Генри пришелся на конец войны, и, как намечают американские историки, это было не случайно. Дело в том, что как раз примерно в это время участие солдат-северян начали заканчиваться заключенные контракты, и чтобы уговорить их продолжить службу, было принято такое интересное решение вывесить большой жирный пряник. Солдатам, заключившим повторный контракт, предоставлялся 30-дневный отпуск, и единоразовая выплата в 400 долларов. Напоминаю, на дворе у нас середина 19 века, 400 долларов это очень большие деньги, и неудивительно, что часть ветеранов, которые все-таки решили пойти на повторный контракт, хотя бы часть этой суммы вкладывали в оружие, которое, по их мнению, могло бы дать им преимущество на поле боя, то есть винтовки Генри. Но пока популярность системы Генри росла в войсках и не только у Северя, с производством происходили некоторые интересные притурбации. Как уже сказано, конструктором и винтовки, и патрона был Бенджамин Генри, но поскольку для успешного производства мало родить идею, надо еще найти какие-то средства на ее реализацию, Генри был вынужден обратиться за помощью к спонсорам, одним из которых стал торговец с мужскими рубашками из Нью-Йорка, Оливер Винчестер. Дело потихоньку шло, винтовки продавались, и Бенджамин Генри, видимо, начал задумываться, какого, извиняюсь, хрена я придумал и патроны, и винтовку, тут мои патенты, мое все, а основную прибыль получает этот никому не понятный хрен с горы, который, собственно, только деньги дал и ничего другого. Надо отметить, что это совпало с еще одним событием. Оливеру Винчестеру то ли очень понравилось торговать оружием, то ли, в принципе, у него к этому душа лежала, но он решил оставить свой бизнес по торговле мужским бельем сыновьям и заняться непосредственно продажей винтовок. С этой целью он поехал в европейский тур, в Чазанте, в Швейцарию. Если кто помнит наш ролик про систему Веттерли, мы рассказывали как раз о том, как Оливер Винчестер пытался продать систему Генри швейцарцам, там у него не выгорело, и как раз во время европейского турне до него дошли вести, что пока он тут торгует системой Генри, сам Бенджамин Генри творит в Америке какие-то странные дела, которые более позднее время назовут отжимом активов фирмы. Когда Оливер Винчестер вернулся назад в США, быстро выяснилось, что весовые категории у них все-таки не очень сопоставимые. Да, Генри осталась фирма, которую он даже успел переименовать в свое имя, но выяснилось, что, во-первых, основные патенты все-таки записаны на имя Оливера Винчестера, а кроме того, часть производственных мощностей, как и станки, как и здания, тоже прописаны в контракте именно на Оливера Винчестера, и в итоге, да, у Генри осталась фирма, а у Оливера Винчестера остались как производственные мощности, так и патенты. Оливер был очень хорошим бизнесменом, в частности, он, несмотря на, скажем так, некрасивую историю со стороны Генри, даже не сразу убрал его имя из продаж, он понимал, что у системы Генри сложилась определенная репутация, поэтому первые карабины, которые производила уже фирма Винчестер, они продавались как усовершенствованная система Генри. А усовершенствование было действительно важное. Доработкой системы Генри занялся нанятый Оливером Винчестером конструктор по фамилии Кинг, и его изобретение было действительно эпохальным для конструкции Минчестера. Это была так называемая дверца Кинга. Поскольку у нас, опять же, нет под рукой модели 1966 года, мы покажем это на более поздний. Принцип примерно тот же. Это действительно было очень революционным решением конструкции рычажных винтовок, поскольку ликвидировался основной недостаток предыдущей системы, необходимость заряжать весь магазин сразу и потом стрелять до его исчерпания. При помощи дверцы Кинга Винчестера теперь можно было дозарядить в любой момент в ходе боя. То есть расстрелял 5-6 патронов, быстренько дозарядил их. Привет, тактическая перезарядка. В остальном же новая винтовка, модель 1866 года, так называемый «Желтый мальчик». По-прежнему базировалась на патроне Генри, 44 Генри. И ствольная коробка делалась, как многие неправильно говорят, из латуни. На самом деле это не совсем так. Это называлось, так называемый, пушечный сплав. И в то время из этого материала очень любили делать детали оружия, там где не требовалась большая нагрузка. Просто потому, что металлургия тогда была в довольно зачаточном состоянии. Про нержавеющие стали вообще никто не слышал. А латунь, во-первых, была более стойкая ко всяким погодным явлениям, что немаловажно для винтовки, которая предстояла служить на фронтире. А кроме того, ее было легче отливать, обрабатывать и так далее. То есть, грубо говоря, еще и получалось проще и дешевле. Но в 19 веке технический прогресс не стоял на месте. Если швейцарты еще могли позволить себе долго держаться за патрон кольцевого воспламенения, он у них получился удачный, то в США очень быстро патроны кольцевого воспламенения начали вытесняться более прогрессивными центробоями, то есть патронами центрального воспламенения. У винчестеров это тоже коснулось. В компании прекрасно понимали, что долго выезжать на модели 1966 года не удастся, хотя она действительно пользовалась популярностью. Явно требовалось сделать следующий шаг. Во-первых, перейти все-таки на патрон центрального воспламенения. Во-вторых, усовершенствовать конструкцию, все-таки уйти от латуни к стали, которая при прочих равных была прочнее, надежнее и так далее. Именно это было сделано на модели 1873 года. 1873 год вообще знаковый в истории американского оружия. Это не только винчестер, но и кольт со... Ой, извините, это не тот кольт. В комментах можете написать, что это не менее легендарная модель. Сингл-экшн-армия мы покажем вам как-нибудь потом, тем более ролик у нас уже на канале есть. Кроме новой модели со ствольной коробкой из стали, новинкой был новый же патрон, так называемый винчестер центрфайр 44-го калибра, также известный как винчестер 44-40. Дело в том, что патронов в Америке тогда было огромное множество, меньше чем сейчас, но тем не менее люди в них путались. И потом, чтобы различать патроны примерно одного калибра, но разные по масштабам, американцы тогда не заморачивались с изобретением, что вот это у нас будет 38 Special, а вот это 357 Magnum, они поступали проще. Наименование патронов состояло из двух цифр. Первая обычно означала калибр, а вторая заряд пороха в гранах. В данном случае патрон винчестера обозначался обычно 44-40, то есть содержал заряд в 40 грамм черного дымного пороха. Ображаю внимание, вес в гранах, а не в граммах. В граммах там будет поменьше. Патрончик действительно получился очень удачный. В итоге под него начали делать оружие не только сам винчестер, но и его конкуренты. Это в частности с Кольтом у них долго шло перетягивание каната на тему или винчестер сделает свою винтовку под 45-й Кольт, либо Кольт сделает свой револьвер под 44-40. В итоге первым сдался Кольт, все-таки начав производить свой сингл экшенаграмм под 44-40. Смит Вессона тоже последовали этому примеру, сделав свой револьвер под патрон 44-40, и в принципе многие здесь на фронтире, кто желал иметь и револьверы, и карабин под один и тот же патрон, брали винчестер 1873 года и какой-нибудь револьвер под этот же боеприпас. Еще одна интересная история, связанная как раз с моделью 1873 года, винтовкой, покорившей Запад, как иногда неправильно называют, это история моделей 1 из 1000 и 1 из сотни. Дело в том, что в компании винчестер заметили, что некоторые карабины получаются заметно точнее, чем остальные. О причинах этого тогда еще толком никто не задумался, просто констатировали факт и решили сделать из этого удачный маркетинговый ход. Фирма винчестер объявила, что самые точные свои винтовки, они будут называть, так называемая, 1 из 1000. Эти суперточные винтовки будут продаваться по повышенной цене, порядка 100 долларов, совершенно немыслимая для карабина цена по тем временам. Те, что тоже точные, чуть поменьше, будут называться 1 из сотни и продаваться чуть дешевле, чем обычные. А валовые винтовки будут продаваться как раньше. Тема эта практически забылась, пока уже в 20 веке, в 30-х годах в Голливуде не решили снять вестерн, который так и назывался Винчестер 1873. И в частности речь шла там о розыгрыше на соревновании стрелков Винчестера 1 из 1000. Фильм получился удачный, и многие его включают в золотую классику Голливуда. Но интересно еще не только тем, что фильм сходит в золотую классику Голливуда, а тем, что в рамках рекламной кампании эфира фирма Винчестер и кинокомпания, снявшая фильм, объявили, что они готовы поменять любую из этих старых моделей 1 из 100 и 1 из 1000 на совершенно новый карабин Винчестера. Выяснилось, кстати, что, хотя модели 1 из 1000 более точные, вроде бы должны быть более редкие, их было произведено больше, чем карабинов 1 из 100, и поэтому сейчас 1 из 100 считается намного более редким, и цена на аукционе на них исчисляется сотнями тысяч долларов. Последний, если я правильно помню, был продан за сумму порядка 700 тысяч долларов. Так что если вдруг вы все на чердаке найдете каким-то образом Винчестер модели 1873 года, проверьте, может он один из этой уникальной серии, тогда вы нашли у себя небольшое, но состояние. Хотя модель 1873 года, естественно, приобрела большую популярность и способствовала росту продавшего Винчестера, там отлично понимали, что это тоже только временное решение. Патрон 44-40, хоть и получился достаточно удачным, он все-таки был скорее револьверным, чем карабинами, тем более винтовочным. А в Америке в то время было много крупного дикого зверя, в частности бизонов, да и мишки-гризли бродили в больших количествах. И американским охотникам очень хотелось их стрелять чем более мощного, чем револьверный патрончик. Явно надо было с этим что-то делать, потому что Америка сторона больших возможностей, в том числе и для конкурентов. Кроме того, фирма Винчестер не оставляла надежды получить крупный армейский заказ на свои изделия, а для этого требовалось, опять же, нечто более мощное, чем револьверный патрон. В частности, английская армия, которая тоже в то время задумывалась, не перейти ли нам на что-то магазинное, протестировала ряд магазинных винтовок, в том числе испытывалась и швейцарская Ветерли, и несколько карабинов из США. В документах часть из них проходит как система Генри, а некоторые как оружие, предоставленное фирмой Винчестер. Причем, судя по документам, это был не патрон 44 Генри или его наследник, а нечто более мощное. То есть, видимо, какой-то опытный образец под более мощный патрон. Армия США вскоре после Гражданской войны приняла на вооружение патрон 50-70, то есть калибр 50-70 гран черного пороха. Уже тогда раздавались голоса, что 50 это как-то крупновато, хотелось бы что-нибудь поменьше, там в районе 44-45, но, как известно, армия очень неохотно раздается с временными решениями. Дожать их удалось спустя несколько лет, и в итоге все-таки основным патроном для армии США, с которым она прошла все индийские войны и дожила практически до конца 19 века, стал 45-70. Очень удачный патрон, любимый патрон охотников на бизонов, можно сказать, именно им были истреблены буйные стада этих могучих зверей, породивших по Великим Прериям. С точки зрения конструктора фирмы Винчестер, патрон обладал очень большим недостатком, он был длинный. А система Генри, рычажная, она не очень любила длинные патроны, их тут запихивать неудобно. Поскольку совместить длинный патрон и рычажную конструкцию Генри у конструкторов Винчестера сходу не получилось, они сделали так называемую затычку. В 1876 году появилась новая модель, которая по-прежнему базировалась на дверце Кинга, имела стальную коробку, но при этом могла вмещать более мощные длинные патроны. Проблему на Винчестере решили очень хитро, поскольку Винчестер в тот момент уже занимался не только оружием, но боеприпасами, они просто сделали новый патрон, который по мощности был в принципе аналогичен стандартному армейскому 45-70, но был короче. Для этого им пришлось просто из длинной сигары стандартного правительственного патрона сделать нечто с гильзой бутылочной формы. То есть новый патрон фирмы Винчестера был короче, толще, но при этом по мощности был примерно сопоставим и позволял американским стрелкам наконец стрелять из их любимых рычажных вантовок, их любимую дичь бизонов, гризли и прочих оленей. Одним из покупателей, больших поклонников модели 1876 года стал Тедди Роузвильд, тогда еще не президент, но уже такой достаточно продвинутый охотник и журналист. Но знаменитой модели 1876 года сделал совсем другой контракт. Дело в том, что в Канаде как раз примерно в то время учредили так называемую северо-западную конную полицию для ловли контрабандистов, наведения порядка в индейских резервациях и вообще затычка на все случаи жизни. Первоначально им выдали старые снайдерсы, но тут конные полицейские начали ныть, что, ребята, тут не то что даже контрабандисты, а даже индейцы вооружены лучше, чем мы, как мы в таких условиях можем работать. И специально для них закупили только что появившуюся модель Винчестера 1876. Очень скоро в США образ канадского конного полицейского благодаря тогдашним СМИ, массовой прессе, стал мега популярен. Это были, можно сказать, такие мстители для американцев второй половины 19 века, то есть супермены, разгоняющие врагов одним щелчком. И часть этой популярности перекочевала на Винчестере модели 1876. Их начали покупать даже те, кто, в общем-то, не особо охотился, но вот тоже хотел вообразить себя примерно таким же крутым, как канадский конный полицейский. Что интересно, сами канадские конные полицейские 76-ми Винчестерами оказались не очень довольны, они постоянно жаловались, что оружие что-то ломается, да и качество боеприпасов, производимых одной канадской компанией, тоже было не ахти. Но рядовым пользователям про это не доводили, а вот рекламу фирмы Винчестера они сделали замечательную. Еще одним пользователем 76-й модели стали уже американские герои, так называют техасские рейнджеры. Правда, поскольку там снабжение было довольно хаотично, часто рейнджер просто хотел какое-то оружие и покупал его себе, поэтому сложно сказать, сколько 76-х Винчестерам состояло на вооружении техасских рейнджеров, но тем не менее некоторые довольно знаменитые фигуры тех лет совершенно точно пользовались именно 76-й моделью. Главной проблемой 76-й модели, которая, к слову, выпускалась под несколько разных и довольно мощных боеприпасов, было то, что на фронтере люди были простые и очень все-таки желали иметь оружие под правительственный патрон, по той простой причине, что доставка Амазона в то время работала на Великих Равнинах и тем более в горах какой-нибудь Монтаны как-то не очень. Зачастую единственным вариантом, где можно было подкормиться патронами, был ближайший армейский форт, а в армейском форте, как легко догадаться, патроны были только правительственные, государственного образца. Поэтому на фирме Минчестер хорошо понимали, что если мы хотим сделать действительно что-то очень-очень популярное, нам нужна наша классическая рычажная винтовка под правительственный патрон. И вот тут история легендарной фирмы Минчестер пересекается с другой, не менее легендарной, а может даже более, историей американского оружия фамилии. Браунинг. Джон Мозес Браунинг. Вообще-то, тогдашний руководитель Минчестера Беннетт приехал к Браунингу по совсем другому делу. Джон Мозес тогда разработал однозарядную винтовку, и вот Минчестер очень хотел ее купить, попытавшись занять на оружейном рынке место, освободившееся после безвременной кончины компании Шарпс, известной своими очень точными и мощными однозарядными винтовками. Основное ношество, которое ввел Джон Мозес Браунинг в классическую ливерную конструкцию Минчестера, это более мощная, более надежная система запирания, рассчитанная на более мощные патроны. Обратите внимание вот на эти два металлических, на эти две металлических пластинки. Вот они уходят, вот они уходят у нас. Вот они сверху, вот мы начинаем движение, они уходят вниз, позволяют открыть затвор. Вот они уходят снизу до конца и назад заперли. И одновременно замыкается и затвор, и ствольная коробка. Система очень надежная, вполне рассчитанная на тогдашний армейский правительственный патрон. Естественно, это потребовало переработки также дверцы Кинга. Теперь она не просто такая вмятинка, более мощная, более надежная система, но тем не менее заряжается по-прежнему классическим способом через ствольную коробку. Это действительно было очень радикальным шагом в конструкции винчестеров. Удивительно, что за ту винтовку, которую Беннет собрался приобретать у Джона Мозеса первоначально, ему заплатили всего 8 тысяч долларов, по тем временам тоже крупная сумма, но за усовершенствование винчестера Браунинг получил 50 тысяч долларов. Почувствуйте разницу, что называется. Именно такие разовые контракты как раз помогли Джону Браунингу стать финансово независимым и заниматься именно разработкой новых систем оружия, не отвлекаясь ни на что постороннее. А с другой стороны, фирма винчестер действительно старательно скупала все идеи Браунинга, заботясь даже не столько о том, чтобы пустить их в дело и заработать деньги, а сколько о том, чтобы на идеях Браунинга не заработали их конкуренты. Длилось это до самой смерти Беннета, после чего новое начальство в виде эффективных менеджеров идеи Джона Браунинга уже не так оценило. Что интересно, вот эта конструкция Браунинга осталась не только для более мощных патронов, а в 1892 году на винчестере решили приспособить ее и под более слабые патроны, просто потому что действительно удачная вещь. Поэтому вот эта винтовка, на которой я уже раньше демонстрирую дверцу Кинга, дверца Кинга тут старая, а вот затвор именно Брауниновский, на двух упорах. Можно сказать, что именно модель 1886 года, конструкции Браунинга, это вершина классических винчестеров. Конечно, история леверов, вообще история рычажных винтовок фирмы Минчестер на этом не закончилась. Были интересные модели. Например, на фирму Минчестер в свое время работал Борхард тот самый, из пистолета которого выразный легендарный Люгер. Джон Браунинг сделал для винчестера еще модель 1895 года. Вариант под трехлинейный патрон был принят на вооружении русской армии. У нас есть ролик про эту интереснейшую винтовку. На этом мы временно закончим рассказ о модели фирмы Минчестер. Тут, как видите, еще много интересного. Если вы смотрите это на Бусти или на Патреоне, спасибо вам за подписку. Во многом эти ролики выходят и благодаря вам тоже. Если вы смотрите на нашем канале, поставьте хотя бы лайк. Нам будет приятно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok